привет народ итак сегодня интересная история вот про такие мандарины я был на рынке был на рынке и уже по сути закупился и шел обратно домой шел к своему байку и по пути мне встретился продавец девушка и она как-то настойчиво предлагала мне попробовать мандарины причем там такая интересная лавочка там фотографии были как деревья растут как вот эти мандарины растут какое-то описание там на тайском или на английском не помню про них было как будто какие-то они особенные но и окраска такая видите какие-то не темные вот интересно вот запах запах от цитрусовых уже слюновыделение мощное пошло сложно говорить если честно когда вытекли когда слюна течет потому что я еще не ел сегодня так вот я по сути не собирался ничего покупать но она мне настойчиво предлагает попробуй 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 я думаю выглядит они интересно надо попробовать я попробовал и оказалось что это очень-очень даже достойный насыщенный какой-то необычный мандарин я по итогу взял целый пакет и большие покрупнее которые вот такие есть еще поменьше они там где-то в общем лежат в тазике моем сравнить сказали одинаковые просто разный скажем так калибр так вот попробую на камеру не показалось ли мне потому что я взял целый пакет цена приятная была цена была приятная запах отличный мне понравилось то что они там фотографии поставили как деревья растут на разных стадиях как их там срывают рабочие то есть вот это все как-то так сделала знаете как будто с предыстории и она мне продала эти мандарины прям я захотел купить захотел когда попробовал вообще понял что ну реально что-то особенное причем я так вначале типа да ну не ну туда-сюда и она как-то так по-доброму улыбается пересматривается с другим продавцом как будто я просто ну такой фаранг знаете приезжий просто не понимаю что мне повезло невероятно встретить такие мандарины а я там еще чё-то носом кручу и по итогу то что я попробовал на рынке это было восхитительно это было очень достойно ну и давайте посмотрим не показалось ли мне не показалось ли мне может быть я просто голодный был вот такой мандаринчик очень плотный плотный такой прямо тут пружинит чувствуется что наполнен соком блин как же от него пахнет вкусно мне прям слюновыделение мощнейший отделяется очень легко друг от друга цедры какой-то прям белый такой много нет то есть вот по центру она легко отход отходит очень приятная текстура очень приятное строение потому что бывает мандарин откроешь а там еще от этого белого всего нужно папа обчищать знаете как только такая полу долька то есть вот он до ровный ровный и вот такая пол долька одна попалась ну-ка да ладно вот это да вот это дела ребятки походу я побегу за еще одним пакетом пока не есть это вообще что-то невероятное ну-ка 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 блин не может быть не может быть чтобы мандарин был настолько вкусным косточка попалась парочка кстати он не костлявый совсем косточки вот такие необычные вытянутые смотрите вытянутые с каким-то острым конечком как жало а видно нет пипец вот это вкуснотища вот это мандарин это прям местные тайские мандарины просто обалденный вообще кайф все идеально в этом мандарине я не знаю все сошлось он лопается он яркий он сладкий но не приторный он многогранный он раскрывается какой-то кислинкой по всему языку по всему рту какое блаженство как он хорош такого не может быть либо мои рецепты уже настолько невероятно развиты и очищены что я начинаю ну я реально начинаю по-новому все фрукты воспринимать который в прошлом году еще даже ел с годами фрукты становятся все вкуснее и вкуснее вы наверняка это замечали кто на реально стопроцентном фрукторианстве кто не подъедает там как никакой картошки у вас рецепторы обновляются и вы чувствуете вкус фруктов безупречный вот как я могу например заниматься какой-то мешаниной какой-нибудь там суп себе замутить или какой-нибудь салат ну нафига портить продукт он же он же совершенный вот долька текстура аромат вот представьте что со мной должно случиться чтобы я взял например и нарезал салат себе какой-нибудь или сделал из этого не знаю пропустил через выжималку или еще через что-то это нужно сумасшедшим человеком быть вот идеальная точка так сказать вот именно то в таком виде бог хотел чтобы ты это ел поэтому я до сих пор с огромным подозрением отношусь к людям которые несмотря на внушительный якобы срок стопроцентного фрукторианства без подъедания без срывоедений до сих пор говорят что у них рецепторы не обновились пищевые зависимости не ушли а для того чтобы им было вкусно есть им нужно обязательно мешать салаты там что-то соки делать и так далее вот как в каком я должен быть состоянии удариться головой только чтобы намешать из этого салата но он же безупречный да ребят серьезно это невероятно когда ваши вкусовые рецепторы обновятся очиститься от шлаков от токсинов когда вы по-новому начнете и ваше обоняние и ваше осязание вообще все по-новому начнет воспринимать этот мир вы поймете что фрукты это самая вкусная пища на планете и никакой альтернативы быть не может ни сыра ни мяса ничего никакого шашлыка и никакого никакой мишанины вам не захочется делать но это уже высший уровень фруктурианства это уже высший пилотаж то что я показываю так далеко еще никто не заходил и это только начало для меня я только разогреваюсь так что блин нас ждут великие дела и море море наслаждения друзья еще только за ваше здоровье как он хорош все спелых фруктов я побежал доедать у меня там еще целый пакет